Какие делать будете с этим всем? Угадайте! Я исключение. Здравствуйте, дорогие друзья! Васеньков ТВ рад приветствовать вас на первом дне Чемпионата России по плаванию. Сегодня все только начинается, но уже есть, конечно, определенные интриги. В основном это связано, конечно же, с короткими дистанциями, наподобие полтинника-батерфляем или полтинника-брасом. Ну и также, наверное, 400 вольные, ну и 200 тапет и 4 по 100, соответственно, мужчины и девушки. Именно там и будут главные разборки. Ну и 200 брас и 100 на спине у мужчин, но сегодня только лишь полуфинала, и мы сможем с вами лицезреть. Ну а уже завтра будет главная заруба на этих дистанциях. Поздравляем вас, Катяна Чемпионата России. Спасибо. Как все уголось? Плохо. Почему? Ну, буквально опять недавно приехала, там чуть-чуть приболела. И, в общем-то, ну, главное то, что я первая, отобралась, завтра будет еще тяжелее, потому что нужно авто 30 метров. И у нас конкуренция всегда намного выше на этой дистанции, поэтому я немножко переживаю, но буду работать, потому что никуда не деться, это отбор, это мир. Результат-то хороший. Пойдет. Я говорю, я не ставлю себе вообще никаких задач, точнее, одна задача это отобраться, не важно как. Главное попасть в двойку и попасть по результату выше, ну, выше отборочного норматива и все. Вот как раз чемпионат России, для вас что идет в парку? Просто отборочный, просартовочный, но, на самом деле, очень жалко, что я не получилось в этом году стартовать до, обычно я одни хотя бы или двое соревнования делала, дочек от России. В этом году там пока травмы лечили здоровье, травмы все залечивали, все старые, и не было времени стартовать, ну, просартоваться перед, и поэтому первое соревнование так достаточно тяжело. Это сейчас долго не было после чемпионата, после Кубка мира, я не выступала, и все это время, как бы, долго, конечно, без стартов, очень тяжело, поэтому я сейчас с такой растерянностью, но я думаю, что сейчас буду накатывать, надеюсь. Это круто, а вас понравилось наступившим до упражнения? Да, да, с прошедшим. Спасибо. Спасибо. Запах клубники ощущается, что все-таки делать будете с этим всем? Угадайте. А вдруг там допинг? Ну, вот реально, это дилемма. Да, я знаю, на самом деле, мне все сладости, как мне часто дали сладости, ну, когда присылают, если мне менеджеру, и да, я тоже, мы как-то хотели, но мы стали, если не решили, не есть, поэтому, скорее всего, похоже. Ну, это же, ну, это же от Матч ТВ, они же не должны. Наверное, не должны. Что-то в первую службу дарить человек театру? Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Хотите клубнички? Мы специально, да, сделали, чтобы я вас угостила. Теперь уже все с отрублено. Теперь уже все с отрублено. Я вообще-то, как бы, когда война. Юля, ну, вообще, как вот приезд очередной из Америки в Россию вам дался? Не так много времени, да, вот перед стартом было, да? Когда приехали? Три дня назад. Ну, я, как примерно обычно, приезжаю на старт. Я не знаю. Просто приболела немножко, поэтому. Так, все еще такие ощущения, но я думаю, я войду в форму. По ходу чемпионата России. Насколько вы мониторите своих соперниц именно по России, так или иначе? Потому что девочки все появляется и появляется, и сложно от них что-то ждать конкретное. Или вы не обращаете внимания? Ну, мы, в принципе, прошли зональные соревнования. У меня папа все промониторил, сказал результаты, и вот и все. Но я думаю, что на 200 метров будет тяжело. Потому что там все время, ну, у нас всегда конкуренция достаточно высокая, и будем стараться. Спасибо большое. Спасибо. Антон, ну что ж, сначала чемпионат России, как вообще в целом для вас, как человек уже опытного и титулованного, настроен на такие турниры? Понятно, что здесь нужно норматив, но в целом чувствуется, что серьезная конкуренция может быть в ваших видах и так далее. Ну, у нас в России одна из самых серьезных конкуренций вообще во всем мире. Вот, российские брасисты, они в топ-лидерах у нас. Вот, а старт, я скажу, в любом случае, это промежуточный. Вот, это не главный старт этого сезона, поэтому все равно хочется показать хороший результат, и будем стараться. Завтра финал посмотрим. А вот именно какой результат вы тут планируете замахнуться? Близко там к своим рекордным или даже и к ревзативным? Ну, в зависимости от чего ровно выстроили. Хочу просто получить удовольствие от заплыва, от красивой борьбы, вот, и чтобы попасть в команду на чемпионат. Ну, а результат-то все равно в голове плавцы всегда держат какой-то? Да не, я не держу. Я другой, я исключение, пусть будет. Не, ну серьезно, да? Серьезно, да. Ну, вот, сейчас будет второй заплыв, да, и там вот, период бига, да, чуть-чуть получше проплыл, да, что у вас получится. Ну, завтра. У вас будет судьбым зарубу основная или кого-то еще бы вы могли так выделить? Всех, наверное. Весь финал, это финал сильнейших, вот. Финал чемпионата России, его все хотят победить. Будет борьба, я думаю, очень серьезно, да. Ну, что ж, желаем удачи, спасибо. Антон, Антон, можно вопрос? По-моему, участие в турнире фона, почему не рил? Наверное, сургографика там такая, не был. Довольно-таки серьезный, Маринот, он еще не может. Ну, решил не я, тренер. Понятно. Вот, и поэтому, получается, все три этапа этих. И потом, скорее всего, от Маринота мы уже откажемся, потому что и так будет хорошая стартовка на этом старте. Вот. Не тяжко там. Посмотрим, ну, сам не знаю, увидим. Китай. Посмотрим. Не люблю Китай, но куда деваться. Вот, едем перед китайским этапом на 10 дней в Японию, климатизироваться. Вот, посмотрим, как там у них будет. И перед, ну, за год до Олимпиады еще. Вот, и сама Япония, и хочется еще раз там побывать, потому что, может, круто. Олимпийского москода попиши. А? Олимпийского плюшку попиши. Ну, сварили мы. Зверушку. Подари, да? Зверушку, нет, 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 я говорю себе. А у меня брюшки уже есть, я на этапе шкурка мира был. А что, это же тем более тренинг? Конечно, есть. Четыре человека. Как, ну, а вот этот формат, ну, турнир, тебе как сам посмотрит, что это только финалы? Ну, знаю, вот посмотрим. На самом деле, с одной стороны, кажется, ну, интересно. А с другой стороны, все равно, все-таки, надо расплываться нам. Вот, все-таки, мы расплываемся. Не знаю, вот увидим сам, ну, не знаю, как еще будет, по ощущениям. Ну, не опасно, вот туда, вот, мотаться перед чемпионатом, как вообще, по твоим личным ощущениям? Мы будем заранее приезжать, чтобы акклиматизироваться. Вот, так же, ну, вот перед Китай-Москал в Японии мы будем 10 дней. И перед Дианаполисом, третьим, да, в третьем соревновании тоже, скорее всего, делаем американский сбор неделю. На самом деле, все отлично, прошел по личному рекорду, был очень рад. Вновление было весьма легко, соответственно, работа зашла в руку, и это меняет на него, чтобы не радовало после прошлого сезона. Такой приличный отрыв от второго места, чем объяснили? Хороший формат? Я думаю, просто Мартин не достаточно опасен еще. Вообще, еще перед ним ходил. Какая задача стоит делать чемпионатом? Как и всегда, пробудет по хорошему результату. Я надеюсь, опять важно выиграть. Ну, это, надеюсь, опять же, вот. Ну, и в целом, все. Сад проходящий, поэтому отбор есть, и будем отрываться дальше. Ну, вот, какой у нас следующий вопрос, связанный с чемпионатом России? Что для вас имеется? Какой у нас чемпионат России является отбором? Какой у нас чемпионат России является отбором на следующий международный старт, соответственно. Это такой старт, где нужно полойти, скажем, не в оптимальной форме, а в максимальной... Как это? В максимальной... Предоптимальной? Нет. В максимально продуктивной форме, чтобы потом еще, скажем так, сделать некоторую работу, чтобы прийти уже в оптимальную форму. То есть, в то, что... В то, с чем стартовать дальше, с чем выходить на международную арену. И вот как раз-таки данный старт показывает, что прошли бы ходить плохо. Если вы говорите именно о дистанции 400 метров, какие особенности в чем страны есть? Ну, 400... Весьма сложная дистанция, на самом деле, поскольку это одна из... Это самая средняя, наверное, дистанция из всех, которые имеются. И тут нужна работа как аэробная, так и скоростная. В общем, я не тренер, и я не могу так говорить красиво, как говорят тренеры. Ну, все, я довольна своей работой? Да, вполне. Спасибо. А отдаешь какое-то предпочтение все-таки? 200-400 уже на данный момент? Как показывает практика, 400 на международном старте не было нормально, поэтому... Ну, поэтому 200, 200 интереснее, 200 больше... Больше конкуренции у нас в стране даже. То есть, соответственно, есть королевская стопета 4 по 200. И... Я надеюсь, что... 200-ки парни потянутся хорошо. Надеюсь, что состав чемпионата мира, скоростного, покажет себя в весьма хорошей форме на длинном мире. А чувствуешь что-то похожее на... По ощущениям, что было перед Будапештем? Хоть это было давно уже? Сложно сказать, потому что чемпионат России перед Будапештем я не помню вообще. Ну, это старт, он проходит, он пришел, ушел, и... Будапешт вспомню, там нет. Поздравляем с таким результатом. Спасибо. Сами расскажите, что вы чувствовали вообще, как все это получилось? Ну, на самом деле, в целом результатом, наверное, на данный момент доволен. Есть ошибки, есть над чем работать. Не понравилось, не все понравилось по дистанции. И... Может, это и к лучшему. Буду надеяться, что к чемпионату мира результат будет улучшен. Но, тем не менее, репорт росли. Ну, да, согласен. Ну, этим доволен. Поэтому, может быть, на данный момент это хороший результат. Как с утра, чувствуешь, что готовы к победе цифров? Ну, не могу сказать. То есть, я не думаю, просто я делаю работу, как бы готов, не готов, уже покажет результат. А сколько серьезные сегодня конкуренты? Всегда серьезные, не только сегодня. Каждый год серьезные конкуренты. Ну, борьба в ней, рождается результат. Олег, а в целом, как бы, ну, не олимпийская дистанция и какое к ней отношение? Ну, она максимальная. Без разницы, какая. Чемпион мира можно быть и на ней. Поэтому олимпийская, не олимпийская. Главное, норматив отворочный выполнен. Можно участвовать в чемпионате мира. А может быть, в скором времени она станет так же олимпийской. То есть, дистанция есть дистанция. И работать с ее тоже надо. Безусловно, спасибо большое. Вам спасибо. Подошел к концу первый день чемпионата России. И, что самое интересное, уже сегодня удалось Олегу Костину поставить рекорд России. 50 бат. У нас уже теперь обновлен на целых две десятых рекорд России на этой дистанции. И теперь будет интересная заявочка, скажем так. И посмотрим, как Олег проведет оставшуюся часть нашего чемпионата. Ну и также, конечно же, сразу трое человек практически в одно касание разобрались. На 100 метровке на спине у мужчин. И Рылова, Колесникова и Тарасевича продолжается. Ну и, наверное, главная дуэль это у нас все-таки Чубков-Пригода. Которые даже по сравнению с утренними заплывами улучшили практически одинаково. И опять буквально там в четыре десятых разобрались. Поэтому в финале будет очень интересно. И, видимо, там все лишат доли секунды. Поэтому не выключайтесь и не забывайте про чемпионат России по плаванию, который будет идти до 12 апреля. Добрый день. Мы совместно с Федерацией плавания России не первый год проводим чемпионат России. Департамент спорта города Москвы традиционно обеспечивает финансированием и организационными вопросами это мероприятие. При участии Министерства спорта Российской Федерации. Собственно говоря, проблем-то у нас никаких не было при подготовке к этому году к чемпионату. Все было в текущем режиме, поскольку команда слаженная работает, уже не первый год, много чего проводили совместно. Поэтому все было нормально и как все это получилось, вам оценивать, собственно говоря. Наверное, у меня все на этом. Будут вопросы, готов ответить. Спасибо, Александр Игоревич. Слово Владимира Валерьевича Сальникова. Решите еще раз с отомнением всей Федерации плавные всех поприветствовать. Самые лучшие, самые стойкие журналисты в вашем лице сегодня прибыли. Я очень рад, что мы представляем чемпионат России как обычное сборочное соревнование. С важнейшим стартом этого сезона чемпионата мира, первенство Европы, всемирном мерсиаде. Поэтому я уверен, что будут показаны высокие результаты. Но насколько они будут высокие, мы с вами убедимся в ближайшие несколько дней. Все наши звезды нашего плана отечественного выступают. Мы от них ждем подтверждения класса. Ну а также могу сказать, что будет достаточно конкуренции на многих дистанциях. Поэтому, видимо, еще предстоит работать 19-го числа по утверждению окончательного состава сборной, который будет выступать на этих соревнованиях. Так что спасибо. Пользуйтесь случаем, поздайтесь, пишите оплавание. Сергей Геннадьевич, может, вы расскажете несколько слов, скажете о степени подготовки членов сборной к этому чемпионату России и о готовности к дальнейшим наступлениям. Добрый день. Всем добрый день. Очень рад приветствовать вас. Приятно, что большое количество заинтересованных людей присутствует на нашем празднике. Что касается подготовки спортсменов, подготовка велась планомерно. После чемпионата на короткой воде в Китае сразу же были сборы у нас в Испании, на кругу, в горах. То есть только последние две недели перед чемпионатом команда в основном была на домашних подготовках. Насколько мне известно, на сегодняшний день никаких таких серьезных отказов от выступления не было. Все здоровы, все готовы. Будем бороться, присмотреть. Утренняя часть показала, что основные лидеры очень тратные. Все в строю, все насторожены. Посмотрим, как будет развиваться ворота дальше. Конкуренция серьезная. Вот, собственно говоря, все. В общем. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Теперь, коллеги, мы можем перейти к вопросам. Единственная просьба – представляться и называть тот орган СМИ, который вы представляете. Пожалуйста. У меня вопрос Сергея Чебикова. Скажите, в каких видах программ чемпионата ожидается наиболее острая борьба? Вот, и может быть, будут показаны высокие результаты. И что можно сказать о зарубежных участниках этого чемпионата? Ну, значит, ну, зарубежных участников хоть не так много. Там, Черногория, Киргизия, в общем-то. Я не думаю, что они составят серьезную конкуренцию. Хотя сегодня на 200 брасл предварительно, парень из Киргизии вроде бы начинал неплохо. Что касается нас. Ну, традиционно это будет мужская спина. Традиционно это будет мужской брас. Брас. Женский брас в какой-то степени может дать определенных результатов. Мужской кроль. Интересная будет борьба. Ну, естественно, спринт мужской, скажем так. Вот это основные виды, где, я думаю, развернется бой. И, очевидно, вы спрашиваете о каких-то рекордах и так далее. То есть тренер всегда ждет рекорда. Всегда. Независимо от того, какие это старты, какие соревнования. Поэтому будем ждать, будем наблюдать. Еще, пожалуйста, ваши вопросы. Пока вы думаете. Пока вы думаете, мы будем сказать, что на эти соревнования приезжает президент Фина. Мы его увидим. Значит, 11-го числа, 11-го, 12-го. Поэтому, возможно, через пресс-эташе мы будем думать сделать пресс-подход. Но об этом чуть позже. Но это в качестве просто общей информации. Сегодня на наших соревнованиях нас посетит вице-премьер, Логи Юрьевна, Кладец. Поэтому внимание плавное возрастает. И на недавнем совете при президенте по физической культуре и спорту было озвучено решение о необходимости проведения всеобучия начальных классов. И это тоже будет, я думаю, способствовать развитию нашего вида спорта в стране. Поэтому, скажем так, мы видим позитивное движение. Мы видим не только результаты наших плавцов сами по себе, но и видим, что сейчас плаваемое действительно изменилось серьезное отношение. И это будет сказаться и на результатах в том числе. Прошу. Пожалуйста, коллеги. Однопользовая российская газета. Вопрос Сергея Геннадьевича. Можете рассказать про отборочные нормативы на чемпионат мира? И есть ли у вас уже план, как сборная будет готовиться к этому старту? Где будут какие-то сборы предварительные? Непосредственно перед турниром будет ли аккредитационный какой-то сбор, поскольку чемпионат Кореи будет? Отборочные нормативы мы взяли в этот раз отборочный норматив А, финновский норматив, который установлен для отбора на Олимпийский мир. Дело в том, что норматив А к чемпионату мира мало чем отличается от норматива к Олимпийским мирам. Наш норматив вот этот, он чуточку лучше, в ней аккредитов совсем немного. То есть большого значения, большой разницы нет. Почему мы взяли норматив финновский? Ну, наконец-то мы пришли к такому положению, что мы можем себе позволить на сегодняшний день для этого норматива. То есть конкуренция достаточно сильная, независимо от того, какой норматив будет установлен. Борьба будет проходить практически на всех дистанциях. Они будут бороться за попадание порядка 4-5 человек. Ну, это мы так рассчитываем. То есть это показало сбор на зимний перед миром, перед Европой и так далее. То есть есть конкуренция, будет результат. Поэтому такой норматив. И опять же мы не брали ничего от себя. То есть сами не придумывали ни восьмерка, ни шестнадцать. То есть международный норматив. Все, вопросов никаких нет. Никто не задал вопрос нам, почему именно так, а не иначе. Ну, подготовка в этом году будет так же, как планируем мы в следующем году. То есть после этих стартов мы делаем сбор в Турции параллельно на Круглорен. Дальше будут горы, Армения параллельно Круглорен. И последний сбор будет Круглорен, который будет в стране проходить. И дальше мы вылетаем в Владивосток на 7 дней. Там будет происходить адаптация временная, климатическая. Затем мы переезжаем в Японию на 9 дней. Из Японии за 2 дня до старта мы перелетаем в Корею. И перелет там порядка 1 часа. Ну, почему Япония не Корея? Ну, там по базам немного лучше и по питанию, я не скажу. То есть там можно сделать европейское питание. Питание много, значит. Ну, как так вот. В следующий год будет у нас Япония. Поэтому мы постараемся, если у нас все получится, повторить. В следующем году он тот же путь. Вот все. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Еще, пожалуйста, наши вопросы. Курев Александр, Телеканал 360. Скажите, пожалуйста, внесло ли какие-то коррективы в организацию турнира, то, что это будет бассейн-турнир перед реконструкцией бассейна Минькин? Ну, если коротко, то нет, не внесло. А если подробнее, то я вообще не понимаю, какие изменения в организацию может внести то, что это будет. То, что это до начала реконструкции Олимпийского. Ну, бассейн, он стоит, бассейн пока, слава Богу. Мы в нем не проводим. Проблем не вижу. То, что впоследствии, наверное, не будет, но это уже не нам решать ситуации. Да, пожалуйста. У меня вопрос к Владимиру Сальникову. Скажите, пожалуйста, какие вопросы сегодня, на сегодняшний день находятся в центре внимания федерации? Вот основные вопросы. И в каком нашей, без нашей федерации, вот, мировой федерации? Ну, если вы говорите о федерации с российской, то основные задачи, они изложены, как бы, во всех регламентирующих документов, законе и уставе. Но мы двигаемся в соответствии с нашими возможностями. Мы расширяем программы готовки резервов. Это наш, как бы, нашим ножом, который мы несем благодаря поддержке наблюдательного совета и спонсорам федерации. Она, подготовка этих спортсменов, ведется в нашем центре Волгограде. Спортивное учебно-тренировочное центре Волгоград. Вот здесь все условия. Что касается дальнейшего расширения, но я могу сказать, что мы приложили большие усилия для того, чтобы на президентском совете прозвучала вот эта тема по вселуча. Вот. Она двигается в успешной федерации главной международной финны. То есть, отмечается на каждой площадке о том, что право, скажем так, на жизнь и умение плавать, это сопоставимые вещи, поэтому они идут вместе. И Международная федерация плавания, она из своих задачи ставит как раз необходимись и способствует тому, что в различных странах, в странах, членах финнов, были приняты на государственном уровне программы обучения плавнию детей. Что касается нашей работы с ФИНа, то я являюсь членом бюро этой организации. И в этом году впервые в истории проводятся три турнира, объединенные словом названия чемпионской серии, которые приглашаются спортсмены, чемпионы призеры Олимпийских игр и чемпионаты мира последнего. Формат соревнований несколько иной от традиционных. Там сразу прямой финал, причем участвует всего четыре человека. Очень солидный призовый фонд около пяти миллионов долларов. Турниры пройдут в Китае, Венгрии и США. И это говорит о том, что плавный идет по пути повышения значимости не только связанной с организацией соревнований и общего престижа, но и с повышением призового фонда, то есть этой части. Поэтому уверен, они вызовут определенный интерес. Здесь ряд наших спортсменов получили приглашение и будут там участвовать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!